Под каким предлогом ушла в лес и каковы были мотивы, новые подробности убийства шестилетней девочки сегодня рассказали в следственном комитете. Правоохранительные органы уже задержали подозреваемого. По версии следствия, это 27-летний Евгений Солонгин. В день исчезновения маленькой Вики он вместе с ее родителями и друзьями отдыхал на даче. Только ранним утром в воскресенье тело поисковая группа обнаружила за два километра от дома в лесном массиве. Все подробности в сюжете. Сейчас с мамой, думаю, сидели и ревели. Жалко, что я знала эту девочку. Без слез говорить о том, что произошло в субботу в семье Мокрецовых, теперь не могут. Кто бы мог подумать, что обычные дачные посиделки с шашлыком могут закончиться вот так. Сама Людмила не появлялась здесь в прошлой неделе. Решила не приезжать, когда узнала, что родной брат Сергей пригласил в гости семью своего лучшего друга Михаила, отца маленькой Вики. Семью она и сама хорошо знает. У меня у сестры, как бы, племянница моя Полина, то есть они с Викой, у них разница год. То есть я вот с Полиной раньше сидела водилась, когда вот у меня сестра работала. То есть и Вику мне тоже бывало оставляли. То есть Вику я знала очень хорошо. Ох, сейчас и рюкзак. Как выяснилось позже, был среди них еще один малознакомый. Евгений загостил в этом доме еще с пятницы. Они здесь и сидели. То есть, ну да, вот что стоит, вот тут вот мангал стоял на кирпичиках. С Сергеем Мокрецовым познакомились накануне в автосервисе. Подозреваемый Евгений ремонтировал вот эту красную шестерку. Как раз до случившегося на дачу приезжала мама Людмилы Галина. Хотела проверить, все ли в порядке. Оказалось, Евгения Солонгина она уже видела раньше в психиатрической больнице, когда работала там в детском отделении. Галина Васильевна вспоминает, что об исчезновении маленькой Вики ей уже вечером в субботу сообщил сын Сережа. Рассказал, что около восьми после словесной перепалки между отцом Вики и Евгением автослесарь и ребенок пропали. О случившемся сразу сообщили в полицию и отправились на поиски. Недалеко от дома, где вместе с друзьями отдыхали родители маленькой Вики, исхожен буквально каждый сантиметр этой высокой травы. В поисках принимали участие порядка 50 человек. Это следователи, полицейский и поисковый отряд Лизы Алерт. Активная фаза поисков началась в половину 12 ночи и закончилась она только в половину 6 утра. Тело маленькой Вики нашли с признаками удушения. Нашли в итоге за 2 километра от дома, недалеко от деревни Шубино, вдали от домов и в лесном массиве. В сообщении следственного комитета говорится, что найден был сначала подозреваемый, потом он и показал место. В короткие сроки удалось установить подозреваемого, причастного к безвестному исчезновению девочки. Им оказался 27-летний Кировчанин, ранее судимый за корыстные преступления. По версии следствия, он в ночь с 16 на 17 июля завел девочку в один из лесных массивов, расположенных на окраине города Кирова, где совершил ее убийство. Впоследствии в указанном им месте тело потерпевшей было обнаружено. Проведенная судебно-медицинская экспертиза показала, что причиной смерти девочки стала асфиксия в результате удушения. Знакомые семьи в комментариях тоже делятся подробностями о том, когда узнали, друзья и знакомые подключились к поискам малышки. А вот родители, говорят, изначально шокировали. А то, что они вместе выпивали, нигде не пишут. Такой бред, мы до пяти утра ее искали по полям, лесам, когда ее отец с места не сошел и все смеялся, стоял. Шокировала. А мама? Слезы были, но никто никуда не ходил из них, не искал ничего. Я в шоке, в губы целовались. Тем не менее, на странице мамы несколько сообщений о том, что никому не пожелаю пережить такое, ведь она даже не научилась ездить на велосипеде. Родители организовали сбор средств на похороны. На странице расчетный счет и короткий отчет, что собрать удалось 3000 рублей. На странице папы Михаила в статусе еще один месседж всем. Берегите своих деток. А вот на странице предполагаемого убийцы Евгения под каждой фотографией десятки комментариев. Показать содержимое мы не имеем права. Очень много нецензурной брани. На улице Полевой в районе Луганское случившимся теперь напоминает каждый столб и угол. Везде ориентировки на шестилетнюю Вику. Местные жители еще в субботу сами организовали для своих детей комендантский час. После восьми не гулять и без присмотра дальше участка не уходить. У меня Вика говорит, мама, я пойду там малинку поем. Я говорю, Вика, только со мной. Даже вот за забор, вот малина, вот тут рядом. Я говорю, Вика, только со мной, только под моим присмотром. Никуда, говорю, сейчас вот уже как бы второй день инитации читаю. Нам сейчас нельзя выходить из дома только с родителями. Тоже, говорю, он может прийти. Нет, прийти ты уже не сможешь. Может кто-нибудь другой. О том, под каким предлогом девочка согласилась уйти с малоизвестным Солонгиным, так далеко от дома, и что послужило поводом для убийства. В следственном комитете пообещали рассказать, как только проведут следственный эксперимент. Пока же точно известно, что во вторник суд изберет для подозреваемого меру пресечения. То, что жестокие убийства в Кирове в последнее время стали происходить чаще, уже сложно опровержимый факт. Это и Константин Шихов, подозреваемый в убийстве молодой супружеской пары в чистых прудах. Это и убийство в гаражах супружеской пары Митиевых, у которых остался несовершеннолетний ребенок. Новостей по этим делам пока никаких нет. Следователи говорят, что проводится большой список экспертиз. Еще один факт жестокости произошел в выходные в Нововятске. Из пневматического оружия неизвестные расстреляли прохожего. Мужчина госпитализирован, он получил ранение в бедро. Обстоятельства сейчас выясняются.